Здравствуйте! Очень рада вас приветствовать в нашей новой серии «Следуемая инструкция». Начнем мы с вами с теста на определение цвета. Я буду использовать вот такие цветофильтры. Буду подносить их прямо к вашим глазам, а вы должны мне говорить, какого цвета каждый цветофильтр. Готовы? Буду действовать достаточно быстро, да. Это хорошо. Вы постарайтесь концентрироваться на этом процессе, да. Это, да. Так, хорошо. Вы очень быстро соображаете, очень быстро реагируете. Это. Так, осталось чуть-чуть. И последний цвет – это… Все верно. Закройте глаза. Немножко отдохните, да, после этой быстрой смены цветов. Вдохните. И выдохните. Вдохните. И выдохните. И сейчас я попрошу вас кое-что сделать для меня. Мне это очень-очень поможет. В данный момент я участвую в конкурсе HyperX Stage. И мы уже в финале, ребята, да? И мне сейчас очень сильно нужны ваши голоса. Ссылка на голосование есть в закрепленном комментарии и в описании. Пройдите, пожалуйста, по этой ссылке, авторизуйтесь и найдите там меня. И проголосуйте, конечно же, мне это очень сильно поможет. Так, в следующем задании я возьму два предмета. Вот такой натуральный камень. И вот такую прекрасную деревянную резную сову. Я попрошу вас следить по очереди за каким-то предметом. Буду говорить либо сова, либо камень. Вы должны следить вашими глазами, не двигая головой, как вы помните. То за одним, то за другим предметом. Все довольно просто. Я не буду совершать резких движений, все будет довольно плавно. Но как бы трюк заключается в том, чтобы вы старались как можно быстрее переключиться на другой объект, когда я вам это скажу. Начинаем с совы. Смотрим на сову. Смотрим на сову. Так, фокусируемся на сове. Фокусируемся на сове. И теперь на камень. Смотрим на камень. На камень. На камень. Хорошо. Смотрим на камень. Теперь следим за совой. Следим за совой. И за камнем. Следим за камнем. Следим за камнем. За камнем. И снова за совой. И снова за совой. Хорошо. За совой. И смотрим на камень. Смотрим на камень. На камень. На камень. Хорошо. Хорошо. Смотрим на сову. Да. Прекрасно. Смотрим на сову. Так, замечательно. Так, замечательно. На камень. И теперь снова на сову. На сову. Смотрим на сову. На сову. На камень. Прекрасно. Вы очень хорошо и быстро соображаете. Это просто замечательно. И как всегда, закрываем глазки. Немножечко отдыхаем. Дышим. Дышим глубоко и спокойно. В следующем задании я буду в воздухе писать какие-то буквы. Вы должны расшифровывать каждую букву. Запоминать последовательность этих букв. И затем в финале составить слово. Слов у нас будет три. Достаточно сложных слов. Поэтому сконцентрируйтесь. Все. Внимание. На движение моих рук. Хорошо. Так, начинаем. Дальше. 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 И какое же это было слово? И какое же это было слово? Аттракцион Все верно Вы прекрасно справились Следующее слово Вы готовы? Начинаем Тик, 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 Тик-тик-тик-тик-тик Так, второе слово закончилось, и оно было Полисадник, прекрасно Дайте мне немножечко подышать Так, и последнее, третье слово Готовы? 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 Субтитры делал DimaTorzok И последнее слово было снегопогрузчик. Прекрасно, вы замечательно справились. Теперь отдохните. Вы сейчас очень пристально смотрели в экран. Теперь нужно отдохнуть. Закрываем глазки и дышим. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Следующее задание. И я буду рисовать у себя в блокноте цифры. По движениям моей руки и по тому, как я буду комментировать вниз, в сторону, вы должны понять, какую цифру я рисую. По-моему, звучит достаточно просто. Возьму маркер. Вы видите полностью мой блокнот, да? С обложки. Хорошо. Вниз. В сторону. Вверх. Вниз. Это цифра 4. Хорошо. Далее. Буду стараться рисовать, писать цифры одним движением. Наверное, вам так будет проще. Закругляю вниз и рисую круг. Это 6. Все верно. Это было просто, да? Так. Дальше. Найскось вверх, вниз, в сторону, в другую сторону. Это была единица. Правильно. Так. Полукруг. И второй полукруг. Это тройка. Прекрасно. Так. Наверх полукруг. Полукруг соединяю вниз, полукруг соединяю. Это 8. Прекрасно. Так. Полукруг, ровная линия вниз и в сторону. Это цифра 2. Прекрасно. Полукруг, вниз, полукруг, вверх. Все верно. Это очень кривой ноль. И последнее. Так. Рисую круг, вниз, полукруг. Так. 9. Замечательно. Вы прекрасно справились с этим заданием. Так. Следующее задание. Спички. Спички. Я тут купила на днях прекрасные, просто восхитительные каминные спички. И мы сейчас будем... Вы сейчас будете следить взглядом за пламенем. Это будут движения в этой плоскости, да, перед вами. Я буду чуть уводить назад. Приближать. Уводить. Приближать. Вы должны, как всегда, быть сфокусированы на каком-то определенном месте, в данном случае это будет пламя свечи. Спички. Пламя спички. И вы не должны двигать вашей головой. Так. Следим. Следим. Увожу. Приближаю. Увожу. Приближаю. Хорошо. Рисую пламенем круги. Следим глазками. Так. Ровные линии. Чуть спускаю их вниз. Диагональки, да. Поднимаем наверх. Так. Чуть ближе. Смотрим на пламя. Хорошо. Так. Давайте возьмем еще одну спичку. Очень люблю, как пахнут пички. Так. То же самое. Давайте начнем с более близкого расстояния. Рисую круги. Давайте постепенно буду отдалять пламя. И уже прямо перед собой. Дальше не будем отодвигаться. Я просто уведу пламя сюда. Следите за ним. Так. Приблизим его к вам. Хорошо. Хорошо. И в другую сторону. Угу. Так. Так. Круги. Да, следим глазками. Следим. И... Так. Возьмем еще одну спичку. И давайте мы с вами нарисуем своеобразную решетку диагоналиками. В одной плоскости. Просто следим глазками. Никаких трюков здесь нет. И наверх. Так. Хорошо. Так. 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 Давайте теперь сверху вниз. Так. 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 Угу. Замечательно. Давайте дадим огню немножечко разгореться. Угу. Так. Так. Следим за пламенем. Так. Хорошо. Испытывали ли вы какой-то дискомфорт в процессе наблюдения за пламенем? Резало ли вам глаза? Было ли какое-то двоение? Был ли какой-то дискомфорт, когда вы смотрели в определенную точку, скажем так, в определенном направлении? Нет, все в порядке. Хорошо. Ну давайте мы все равно глазкам дадим отдохнуть. Да? Обязательно. Накрываем глазки. Делаем глубокий вдох. И выдох. Хорошо. Глубокий вдох. И выдох. Скажите, как вам показалось, за пламенем следить легче или сложнее, чем за фонариком? Ведь пламя, оно у нас разное было в процессе теста, да? Когда-то более высокое, когда-то еле-еле теплилось на спичке. Плюс оно, в принципе, да, довольно неоднородное, пульсирует. Или вы испытывали дискомфорт от наблюдения за таким непостоянным, да, объектом? Или, наоборот, ваше внимание было более четко сфокусировано, так сказать, на точке, да, в виде пламени? Ну, в общем, интересный экспириенс, да? Хорошо. Идем дальше. Так, у меня есть пять предметов. Вот такой тюбик с котиком. Сова. Вы ее уже видели. Камень. Тоже уже нам знакомый. Так. Вот такой тюбик. И перо. Запомните еще раз в обратном порядке. Перо. Тюбик. Камень. И вот такая баночка с котиком. Сейчас я вам покажу четыре предмета из пяти. И вы должны сказать, какой предмет отсутствует. Какой предмет отсутствует? Какой предмет отсутствует? Смотрим внимательно. Баночка с котиком. Прекрасно. Так. Какой предмет отсутствует? Камень. Прекрасно. Глубокий вдох. Хорошо. Вы прекрасно справляетесь. Так. Какой предмет отсутствует? Перо. Замечательно. Так. И давайте последний раз проверим вашу внимательность. И отсутствует сова. Это было просто для вас? Достаточно простой тест. Можно, в принципе, увеличить выборку. Я тоже так думаю. Так. Следующее задание будет тоже на вашу внимательность. У меня есть вот такие карточки с разными картинками. Да? Разноцветными. Я попрошу вас сейчас внимательно по одной карточке. Мы будем проводить тест. Я вас попрошу посмотреть внимательно на картинку. Запомнить цвета. Да? Которыми она раскрашена. И потом я вам задам пару вопросов. Относительно цветов. Так. Смотрим на эту картинку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Прекрасно. Что было на этой картинке? Скажите, там был голубой цвет? Оранжевый? Был. Прекрасно. Фиолетовый? Нет. Нет. Тут был розовый. Прекрасно. Хорошо. Следующая картинка. Смотрим внимательно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Что было на этой картинке? Бабочка. Замечательно. Там был фиолетовый цвет? Да. Хорошо. Желтый? Угу. Красный? Нет. Прекрасно. Оранжевый? Был. Голубой? Не было. А зеленый? Был. Прекрасно. Смотрим на эту картинку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Что было на этой картинке? Сова. Там был коричневый цвет. Был. Все верно. Серый. Был. Красный. Был. Голубой. Был. И фиолетовый? Его не было. Прекрасно. Следующая картинка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Что было на этой картинке? Матрешка. А там был фиолетовый цвет. Был. Зеленый. Нет. Оранжевый. Был. Желтый. Тоже был серый. Нет. Все верно. Так. Смотрим на эту картинку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Что было на этой картинке? Hello Kitty. Всем известная. Какого она была цвета? Розовая. Хорошо. Там был черный цвет. Был серый. Был красный. Был зеленый. Не было желтый. Был. Прекрасно. Так. Дальше. Да, картинка подходит сезону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Что было на картинке? Тыква. Там был зеленый цвет. Был желтый. Был голубой. Не было оранжевый. Был красный. Не было фиолетовый. Был. Прекрасно. Так. Осталось чуть-чуть. Смотрим на эту картинку. Внимательно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Что было на этой картинке? Солнце. Какого оно было цвета? Желтый и красный. Ну, тут, в принципе, просто. Тут я вас мучить не буду. А посмотрим на эту картинку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Что было на этой картинке? Морковь. А там был оранжевый цвет? Был. Фиолетовый? Нет. Голубой? Да. Скорее голубой, чем синий. И зеленый был. Прекрасно. Последняя картинка. Тут, наверное, больше всего цветов. А может и нет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Что было на этой картинке? Цветок. Там был зеленый цвет. Был. Желтый. Был. Оранжевый. Был. Красный. Да. Розовый. Да. Фиолетовый. Серый. Был. Да. Все правильно. Ну что, на этом на сегодня. Давайте заканчивать наш сеанс инструкций. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было приятно. Надеюсь, вы расслабились. А если вы собираетесь спать, надеюсь, вы сейчас очень сладенько уснете. До встречи. Пока-пока. Пока.